Здравствуйте! На этот раз мы приготовим пирог из быстрого теста без дрожжей. На 250 граммов кефира жирностью 2,5% понадобится 170 граммов сметаны. Беру 10%. Также растопим слегка 120 грамм сливочного масла. Главное его не кипятить. Смешиваем с кефиром и сметаной. Кстати, кефир и сметана холодные, заранее подогревать не нужно. Добавим по 1 чайной ложке соли и соды. Соли будет 7 грамм, а соды 10. Быстро перемешаем, добавляем муку, используя пшеничную первого сорта. Немного добавили, перемешали, подсыпали еще. Тесто загустело, высыпаем на него всю остальную муку. По рецепту у меня было отмерено 500 граммов муки, но это количество может быть другим, так как мука в вашей стране может отличаться или кефир со сметаной будут другой густоты. В итоге тесто долго не месим, оно должно быть вот таким, как будто слегка пристает к рукам, иначе само тесто можно затянуть и оно будет не такое мягкое. Заворачиваем тесто без дрожжей в пакет и на полчаса в холодильник. Этого времени нам хватит для приготовления начинки. 200 граммов репчатого лука, 2 средние луковицы впрочем, нарезаем мелкими кубиками, сразу солим, перчим, хорошо мнем. Я использую вот такую толкушку. Должен появиться сок. Теперь нарезаем мелкими кубиками 4 средних клубня картофеля по весу 500 грамм. Добавим картошку в лук, слегка перемешаем руками. Теперь можно добавлять фарш. Еще тщательнее смешиваем, подливаем в процессе для сочности 50-70 миллилитров холодной воды. Конечно же, руками делать удобнее, нежели ложкой. Начинка готова. Из холодильника достаем тесто, выкладываем на небольшое количество муки. Посмотрите, какое тесто получилось нежное и как видно, не такое липкое, как было ранее, так как масло в нем остыло. Присыпаем тесто сверху и тщательно обминаем. Отрезаем 1 3 часть и пока заворачиваем в тот же пакет. Остальное тесто раскатываем, подсыпая при необходимости муку. Можно раскатать круг или овал, даже сделать можно прямоугольник, квадрат, как вам нравится. Переносим тесто с помощью скалки на противень. Для выпечки я всегда использую бумагу, которая не требует смазывания. Пока начинку не выкладываем, сначала также раскатываем оставшийся кусочек теста, он должен быть уже готов. Начинку перемешаем, распределяем на нижний пласт теста, обязательно отступая от края. Также с помощью скалки накрываем начинку маленьким овалом теста. Поднимая края нижнего пласта теста, скрепляем с верхним. Проще и симпатичнее делать вот таким образом, образую как бы сборку. Сначала одну сторону прищипываем, затем другую. Сделаем теперь разрезы наверху, чтобы выходил пар. Ставим пирог в хорошо разогретую духовку, температура выпечки 180 градусов. Спустя 30 минут накрываем фольгой, чтобы пирог не слишком зажарился. И выпекаем до готовности еще 15-20 минут. Смазывать яйцом не надо, корочка и так получится румяная. Пирог с картошкой и фаршем у нас готов! Аппетитный, ароматный, по-домашнему вкусный! Но сразу мы его не режем, обязательно накрываем полотенцем, можно даже двойным. Оставляем на 10-15 минут, так как картофель дойдет до готовности и сам пирог будет намного вкуснее. Посмотрите, какой он мягкий, режется легко. Начинка не водянистая, но при этом сочная. За счет соды тесто получило такой желтоватый оттенок. Приготовьте, не пожалеете! Делитесь этим видео с друзьями, ставьте нравится, оставляйте комментарии, буду рада! Пока!